Встреча с антологией Встреча с антологией Встреча с антологией Встреча с антологией То есть простейших признаков отбора мы использовать не можем Отсюда необходимо стремиться каждому участнику нашей работы Хотя бы на интуитивном уровне для себя Представить основные свойства, тоны, признаки русской поэзии Вся речь русской любви, вся речь русской жизни Вот такая работа с собой, мне кажется, одним из главных смыслов нашей затеи Никаких формул русскости для всеобщего употребления Искать не будем, дабы не погрузиться в схоластику и бессмыслие Но и квазипростое определение типа «Русское – это все, что написано на русском языке», сочиненное хитроватыми дураками Для дураков простых, нас обманывать тоже не должно Нуждаясь ли кто из нас в доказательствах существования русского пути, русской души, русской жизни, русской тоски и русской молитвы Если таковые среди нас есть, пусть сами займутся доказательствами, а с другими займемся нашей работой Очевидно, что русскость – это свидетельство принадлежности Глубокой и многосторонней, нередко и скорбной, но уж никак не оценка и не богоизбранность То есть наша книга станет попыткой провести или определить или напомнить границу И как всякая граница, она не может быть везде зафиксирована с абсолютной точностью Потому существует, и мы это сможем использовать в нашем деле Понятие пограничной полосы, которая уже с полной достоверностью разводит разные территории и пространства Однако, что же и от чего отделит эта граница? В очерке, посвященном элитной интеллигенции «Почему я так и не написал статью о Болотя Куджаве?» Мною описан реальный смысл пролеткульта, шестидесятничества и перестройки Который состоял и состоит в замене русского национального космоса Подделками скорохватов и бездарей разных мастей Напомнить о настоящем русском космосе В данном случае поэтическом И тоже, мне кажется, наш труд А в чем-то, может быть, и возвестить Что и в результате такого столетия Именно русский поэтический мир жив Могуч, полнокровен и чист Поэтическая душа России Болея всеми болезнями века И мы эти болезни тоже не будем укрывать Непременно перебарывает Вот чему может служить наша работа Причем в ряде случаев Она может стать аналогом вытеснения с нашей поэтической земли Давно вкатившейся интервенции Окупации чужой Давно самой себя объявившей нам враждебной интеркультурой Враг может не знать своего места на моей земле До некоторого времени Но я-то должен постоянно помнить Куда его потом гнать И потому я вижу нашу антологию Как проявление такого реального протеста Если угодно, даже как встречный удар Стихам русскоязычных Я их беру в кавычки Потому что это не мой термин Совершенно неудачный Но его многие используют Я использую за неменимый учет Стихам русскоязычных поэтов Разных дарований Мы можем посвятить статью Объясняя их отсутствие И не впадая при этом в идиотизм Отрицание их достоинств Как раз нерусского свойства И при этом не забудем Что обилие попыток примазаться К великой нашей культуре Через русский язык Само по себе есть свидетельство признания Его мощи, уникальности и универсалисти Мне кажется важно Что этот отпор, ответ Почти вековой подмене Дает не профессиональная русская интеллигенция В скобках Которая сама давно действует На подменном поле И по нерусским алгоритмам Чего кажется уже не замечает А мы современные народные низы Уже достаточно просвещенные Чтобы не смущаться Перед дипломированной ученостью И еще слава богу Не утратившие переворотных связей И ощущения народной жизни Итак, интервенция в культуре Подошла к предельной допустимой черте И готова ее переступить Я хочу этому мешать И помешать И персонально И вместе с вами Еще один главный смысл Заключен, как мне кажется В обнаружении То есть в признании Реальной структуры Бытования Поэзии в нашей стране Кроме светской Профессиональной Поэзии Списками Которые только И исчерпываются Вообще Все антологии До наших Я вижу еще По крайней мере Три потока Поэзии песенная Поэзия собственная Народная И поэзия новоцерковная Не хочу Странного термина Духовная Известный тезис О том, что История поэзии Это череда смен Школы направлений Может быть верен Для западных культур Где поэзия Лишь разновидность Интеллектуальной Деятельности Несколько Десятков Сотен Ну или тысяч Людей Но не для русской Страны С ее открытой Повсеместной Плотной Поэтичностью Где стихи гениев Становятся необходимой Частью жизни Буквально Миллионов людей Для примера Возьму Брюсова и Бродского И тот и другой Попадают во все Школы и направления И тот и другой Обладает целый ряд Интереснейших свойств От биографии До принципов письма Но русских стихов Не написали Ни Валерий Ни Джон И поэтому Их не будет Надеюсь В нашей антологии Неоспоримое Свердство Существования Русского духа Нам Дает авторитетнейший Знаток и практик Фольклора Баба Яга Окажись в ее Избушке Чубайс Она по запаху Мгновенно бы поняла Что с ним делать Не забудем другого Именем которого Клянутся все подряд Не вникает в стихи Уже давно И чье двухсотлетие На породе Здесь русский дух Здесь в Руси пахнет Желающим в науку Дарю тему Александр Сергеевич Пушкин Как баба Яга Светской русской бульдуры Часть вторая Реальная ли наша затея Не о какой полноте Мы уже условились Надеюсь Речи и нет Ну хотя бы пока Обозначим Межу Попробуем представить Устройство Нашей поэтической страны Составим карту Если угодно Проект карта прилагается Составим карту Напишем пояснительные статьи Сопоставим советские клише С нынешними Нащупаем необходимую твердость В пограничных конфликтах Откажемся от просветительских поток И оценочных рекомендаций Долой убожеству Подневольных халтурщиков Литературного процесса Прививавших темному народу Мифы выгодные Штукарям и бездарям Без мифов нельзя Но похороним Минимально хотя бы для себя Мифологию фальшивую Срежиссированную Мошенническую Дешевую Чужую и вредоносную Русская жизнь Вот замечательный Природно-поэтический Культурный миф Поработаем на него Русь Есть живая лирика Вот и весь сказ Лиризм Вот стержень И жизни и поэзии русской Но я люблю За что не знаю сам И не победил ее Рассудок мой Какие еще Определения нужны Мне так и видится Русский лес Которому мы делаем Свежую подсадку И пусть наши Прикормленные еревца Растут и растут Да продолжат нашу работу Те кто поймет Что мы начали Плотницкая память Подсказывает и другое И сделать бы нам Хотя бы самые тяжелые Общестроительные работы А уж там отделка Покраска Наличники Стекла Буфет с пианином Это уж потом У талантливого человека Есть единственная идеология Идеология вечности А не времени И времени Валентин Белецкий Сказал мне О религиозности Русской поэзии И я понял Что мы имеем ввиду Одно и то же Русская религиозность Та же лиричность Я не имею ввиду Православие Церкви И все остальное Я имею ввиду Чувство жизни А не конфессии Итак Русская религиозность Та же лиричность Разве что Сгущенная Но где у нас И религиозность Бывает разная От прозрачной К спокойной И однотонной Дальше Через сосредоточенно Суровую И аскетическую Как статической И всесоединяющей Русский лиризм Или вот таким образом Предстающая религиозность Кажется мне Не только корневым Нашей поэзией Но и необходимой Частью Русской воли К жизни Часть третья Бытие замысла Конкретно Не знаю Как быть с поэтом Первой двух эмиграций Подумаю Или еще Стихи белорусов И малорусов Это ведь тоже русские Как быть с ними И вообще Что такое Русское стихотворение Что-то вроде Капельки росы Или замерзший Перед грозой лук Или стенающий Под ударом Небесного гнева река Или заброшенное Подворье В старое кладбище Скрипящая калитка Что И во всем Во всем этом Русский лиризм Трагические праздничные Ее родствующие Рассветные Помраченные и святые Трогательные и несуразные Даже воинственные Даже воюющие Даже советские Вот из каких стихотворений Мне кажется Будет состоять Наши книги Когда она сложится То помимо происшествия В нашей поэзии И в наших жизнях Она явит собой Я в этом уверен Нечто сейчас Непредставимое Как всякое живое Она окажется Больше нашего замысла Кстати о замысле Он будет уточняться Как всегда По мере нашего Вхождения в него Пластично меняться Будем спокойно Смелы И незаносчивы В решениях Открыты в сомнениях И добро Терпеливы К непониманию Многими Что живое Обязательно Несовершенно Еще и еще раз Предполагается Не список русских поэтов О собрании русских стихотворений И полного такого собора Не может быть По прекрасной причине Наша поэзия Слишком живая И широка Чтобы хоть кто-то Мог успеть За ее каждодневным Расширением Но в нашем труде Должны быть Слышны Все основные Звуки Создающие Мелодию Русской поэзии Естественной Подготовкой Такой работы Мне кажется Многие наши Прошлые Студинные Собрания Из последних Хотя бы Сумасшедшие Стихи русских поэтов Выбор имен Приоритеты Конструкции Материала И прочее Все это Показатели Нашего отношения К русской поэзии И не больше Но и не меньше Ибо Известные Прежние стереотипы Строились Исключительно В интересах Какого-либо Типа пропаганды Партийной Юдафильской Антирусской И так далее Но не в согласии С вековыми канонами Живой русской культуры А именно Эти каноны Я и считаю Основами Нашего грядущего труда Из каких же Источников Рождалась И рождается Русская поэзия Пусть Главное русло Кому-то видится В именах Поэтов-гигантов Это разумно Кому-то Допустим Мне В народном Поэтическом чувстве Пусть будут Другие варианты А способы Представить Сей феномен Подскажет он сам Ну не странная ли задача Выбрать у Блока Русские стихи А что тут в самом Разве мало У Блока Солонного Или Надуманной чертовщинки Или того О чем писал Иоанн Кентянинский Слова его Горят на солнце Георгина Горят на холодом Невыстраданных слез Так вот Найдем у Александра Александровича Блока Выстраданное Вот нам Русские стихи Или схлепет его Где он Косит под юродство А где она Самок говорит Поет его голосом Второе В нашей книге Понятно Что никто по этому не указ Тем более Когда он не спрашивает Едва ли не у каждого Существует Своего рода Вылетание из колеи И получается Что русскость Для многих поэтов Только одна из дорог Движения Ну вот нам Именно она и нужна Ибо очень важно узнать Как же переживают русскость Чувствуют ее те Кого отметила жизнь А может быть и вечность Часть четвертая Техническое выполнение Главные массивы Из которых складывается Наша поэзия В 20 веке В моем представлении Таковы Ну я уже там Называл Более так Народная Цветская Новоцерковная И песенная Смотрели Картовская Как работать С этой карты Русских стихотворений Использовать Для вообще Ипитет советский То есть Учитывать этот период Я думаю Что учитывать Каковы будут Темы необходимых Статей О серебряном веке О христианских Поэтов О русском лиризме О сводительной Песни в России О советской Служилой Песни и поэзии Кого из известных Литераторов Можно было Привлечь к нашей работе Как собирать материал Вообще Каков алгоритм работы Я думаю Что собирать И выпускать Лучше всего Пожалуй По частям Разойдемся На группу Сочувствующих Нужны комментаторы И примечальники Они соберут Или напишут В соответствии Сопровождение К разделам Стихотворениям Именам Найдут И переработают До нужного размера Биографии поэтов Возможно Самый первый Смотровой вариант Сделаем почти номинальным То есть Наберем какой-нибудь Сравнительно допустимый Состав имен К ним Даже самым мощным По 3-4 стихотворения Место статей Пока поддержат Конспекты скелета И так далее И создадим Уменьшенную копию Для себя В масштабе 1 к 10 Или 1 к 100 Или 1 к 1000 Поименный состав Я думаю Особых разновленности Не вызов Спорные предложения Взяли Вместе Обсудили Вспомним Про пограничную полосу Нужно И уступим Хотя здесь интересно Что лучше Русское не упустить Или не русское Пожевать Каждый мащер Состоит в совокупности Разделов Конкретное имя Поэту Может появиться В разных разделах Может быть даже и в массивах Ну и что Итак финал Перечислю основные предложения В жертвом виде Мои по поводу антологии Первое Мы пытаемся дать Новое представление О русской поэзии 20 века Собирая свод именно Русских стихотворений Второе Предлагается Принципиально иная Структура антологии Отражающая На мой взгляд Реальность бытования Поэзии в России Третье Ведущим признаком Русской поэзии Выступает В моем понимании Леризм В самом широком смысле слова И как свойство Поэтической жизни Четвертое Леризм Есть специфическое проявление Русского чувства Любви И потому родственным А может быть и та же Действуем Религиозности русских Возможно Многие другие свойства Нашей поэзии Разные лики Леризма Возможно Пятое При всей Недоработанности Карты русской поэзии Она необходима Как напоминание Об исконных Наших землях Для защиты От вторжений И подмен Чужой земли Не нужно Нам не пяде Но и своей Вешка не отдадим Шестое Наша будущая книга Протест Пролеткует у века Заявление Что мы видим Действительные цели Марионеточные Самозваные элиты Евтушенко Гайдаров У нас другие заботы Седьмое При всей обидности работы Мне видится Вполне обозримый Цикл алгоритмов Нашей деятельности Поэтапность Создание Минимального Борисовского макета Параллельная работа Группы персон Над конкретными заданиями По любви Финал Хоть сколько-нибудь Удовлетворительный По-моему Не за горами Восьмое Необходимые детализации И распределение материалов Произойдут В динамике труда И зависят От конкретных сил Студии Пожелавших Включиться в нашу работу Девятое Великая Россия Отступает в нюх Десятый Ну что дорогие мои Богу на реках Все Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok